Всем привет дорогие друзья и сегодня я вам покажу крутую идею оформления свадебного шампанского Хотя можно и на новый год запросто так украсить Только постойте, что-то с моим голосом становится женским, наверное, чего-то прищемил Ну вот, блин, ладно, продолжим так Для того, чтобы сделать такое оформление, понадобятся такие руки Вот они, две штуки в наличии Для начала возьмем наше любимое шампанское, ну или то, которое вам приглянется на полке магазина И очистим бутылку от этикеток и остатков заводского клея Ну а ставим золотинку на горлыш Вооружимся малярным скотчем и аккуратно покроем им все горлышком Так и руки будут чистыми после покраски и та самая золотинка не испачкается Держась за горлышко, тщательно покрываем нашу бутылку краской из баллончика Да так, чтобы не было пропусков и подтеков Далее ту самую бутылку укладываем на стол, сняв предварительно малярный скотч с горлышка Подкладываем мягкую тряпочку или полотенчик под нее и начинаем творить Вооружившись заранее подготовленными лекалами в виде сердечка, к примеру Переносим рисунок на бутылку обычным простым карандашом Берем большую, не просто огромную банку с клеем ПВА и не менее огромную кисточку Шучу, конечно, просто у меня дома были именно такие Не отвлекаемся и начинаем покрывать рисунок внутри клеем Подкладываем под бутылку обычный листок А4 и не щадя покрываем место, где только что нанесли клей сухими блестками или глиттером, которые так любят использовать Трум-Трум своих роликов Бутылку ставим или стряхиваем, чтобы излишки блесток слетели Хватаем ватный диск и максимально аккуратно убираем остатки лишних блесток по контуру рисунка Для укрепления материала на поверхности можно покрыть немного лаком для валов Оставляем наш незаконченный шедевр в сторонке до полного высыхания А тем временем беремся за следующий пузырь, пардон, бутылку шампанского И ровно все то же самое проделываем с ней, изменив по желанию только контур самого рисунка У меня это что-то вроде листочка или объемного зигзага А пока небольшой лайфхак Помните, что мы подкладывали белый лист в бутылку перед покрытием блестки? Так вот, нужен он для того, чтобы впоследствии аккуратненько пересыпать с него блестки в удобную тару И использовать их еще много-много раз Так-то, ну вот, бутылки наши подсохли, можно приступить и к дальнейшему оформлению Для этого на вооружение к нам поступает клеевой пистолет, всевозможные бусины, стразы, пайетки и прочие украшения Тщательно подобраны заранее по цвету и дизайну нашей задумки У меня были еще и розочки, сделанные мной собственноручно, заблаговременно, из белого фоамирана Примеряем наши украшения на бутылку, распределяем так, чтобы это смотрелось красиво и гармонично Одним словом, все было на своих местах Старайтесь периодически смотреть на свою работу издалека в ходе процесса Так легче понять, как это будет смотреться со стороны Когда мы взвесим все за и против и решим в своей голове, что да, это идеальный вариант Начинаем приклеивать все детали при помощи клеевого пистолета Моя заказчица, а по совместительству близкая подруга и кума, да еще и невеста Пожелала, чтобы все блистало и сверкало Поэтому у нас золотые блестки, стразы и пайетки Немного разбавляют и продают какой-то нежности белые цветочки и бусины Смотрится, по-моему, очень неплохо Как считаете? Вы же, в свою очередь, можете проделать всю ту же самую работу, но с другими цветами и материалами Короче говоря, все, что вашей душе будет угодно Кстати, маленькие стразы удобнее приклеивать на полимерный клей, что-то типа титана Выдавив его на какую-нибудь поверхность и нанося непосредственно на бутылку при помощи кисточки А потом скоренько так, пока клей не засох, выкладываем уже сверху стразы Для этого можно использовать пинцет, но как по мне, так удобнее цеплять стразы, надавив на них подушечкой пальцев Теперь стоит сделать какой-то переход от самой бутылки к горлушку И тут нам на помощь придет ленточка из органзы Семь раз отмерив и один раз отрезав нужный нам размер Делаем ноги отсюда, шучу, конечно, работа еще уйма Делаем тот самый переход, приклеив ленточку при помощи полимерного клея Стык между двумя концами ленты, как ни странно бы это прозвучало, выводим на лицевую сторону бутылки А затем маскируем при помощи вот такого и бантика, сделанного из такой же ленты При помощи нитки иголки прошиваем наш бант, чтобы он не развалился Сразу же делаем точно такой же бант и для второй бутылки, чтобы соблюсти все пропорции Бантик присобачиваем уже при помощи клеевого пистолета Так будет надежно Можно еще добавить в середину бантика бусину или страз Все это проделываем с двумя бутылками Вот и все, подумаете вы, но не тут-то было Возвращаемся к нашему рисунку в центре бутылки, который мы покрывали глиттером При помощи заранее подготовленного трафарета переносим любую надпись на бутылку Вооружившись губкой, акриловой краской по стеклу и керамике И, конечно, двумя умелыми и не кривыми руками Так как наши бутылки изготавливались для свадьбы, то на одной появились инициалы наших молодоженов А на другой дата этого знаменательного события Вы же можете написать что-то, что будет соответствовать тематике вашего оформления И вуаля, наша работа закончена Молодоженные гости в восторге Ну и мы довольны проделанной работой А вот так выглядит полная композиция Надеюсь, ролик такого формата вам понравился Поддерживайте лайкосами и дайте знать в комментариях Снять ли ролик, как сделать розочки с фоамираном для оформления Подробно и поэтапно Ну а также не забывайте смотреть и другие ролики на этом канале К слову, в скором времени выйдет ролик о том, как оформить фужеры Так что заходите, будет интересно Ну а на этом видеоролик подходит к концу Всем спасибо за просмотр и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok